МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте начнем с самого главного. Вы знаете, нам не страшно совершенно. Начнем, наверное, с этого, потому как у нас была очень большая в министерстве проведена подготовительная работа к тому, чтобы в Новый год пойти с новыми законами, нормативно-правовыми актами, которые уже приняты. Существенные изменения в названии с 1 января теперь называются не трудной жизненной ситуацией, а определение критерий нуждаемости. То есть вот теперь мы будем определять, человек нуждается или не нуждается, и, соответственно, прописывая индивидуальную программу под каждого человека, определять, в какой степени он нуждается. Ну вот сейчас самое главное. Допустим, мы думаем, что мы действительно в непростой ситуации. Что мы делаем дальше? Куда мы обращаемся, и кто будет это проверять, информацию? Значит, обращаться надо в комплексные центры по месту жительства. Там, в тех районах, в тех муниципальных районах, в которых проживают граждане. Обратившись к нам, наши сотрудники составляют эту индивидуальную программу реабилитации. Прописывают все пошагово. Индивидуальная программа реабилитации определяет изначально форму на дому, стационар, полустационар, виды услуг, перечень этих услуг, их количество, предоставление раз, временные промежутки предусмотрены, и мы уполномочены осуществлять контроль за качеством предоставления услуг. Так как поставщиками услуг с 1 января 2015 года могут быть не только бюджетные организации, которые до сего момента представляли такие услуги, но и организации любой правовой другой формы или индивидуальной предприниматели. В соответствии, конечно, с их уставной деятельностью, которая должна быть направлена на социальное обслуживание, предоставление к нам определенного пакета документов. Будет более качественное обслуживание, это поможет охватить большую территорию, большее количество людей. Прежде всего, это, конечно, упорядочивает еще больше вот эту работу. То есть вот сказать о том, что что-то кардинально в этом плане в нашем регионе изменится, я бы не говорила. Поэтому хочу успокоить всех граждан, которые находятся у нас на обслуживании или планируют к нам обращаться за этим, что никаких вот таких глобальных перемен не будет, только по той простой причине, что в нашем регионе эта работа была организована, систематизирована, упорядочена. Только теперь это все легло в правовую плоскость, в разработку вот этих нормативно-правовых актов, в которых все это прописано. В разных субъектах все разнилось, понимаете? И ценовая политика по предоставлению качества услуг и взимании платы, категории различные, ну и так далее, там подобное. Поэтому изначально был посыл такой, чтобы в принципе в каждом субъекте более-менее количество гарантированных услуг и перечень этих услуг очень разнился. Цена этой услуги, которая у нас же есть за бесплатно, платно, частичную плату, в зависимости от категории, от нуждаемости людей. Еще хочу вот на что обратить внимание. Многие стесняются, боятся, не хотят говорить, что что-то у них не так, что им нужна помощь. Это касается и наших пенсионеров, которые вот до последнего как могут выживают. Что бы вы посоветовали? Давайте какие-то конкретные примеры, как оно бы проще было бы. Вот бояться и стесняться совершенно не нужно. Вот, к сожалению, вы здесь абсолютно правы. Есть случаи, когда вот люди доводят себя вот до вот этой ситуации. Уже обращаются соседи, это гораздо труднее происходит. Конечно, это гораздо труднее. Конечно, мы включаемся, если мы сигнал такие понимаем и сразу же отрабатываем. Но уже и человек получается более упущенный. Восстановление его происходит гораздо медленнее. Поэтому не надо абсолютно стесняться. Ведь к нам можно обратиться за услугой разовой. Привезти дров. Да, привезти дров. Человеку нужно вот купить лекарства, он не может выйти из дома. Разовое. Чтобы поправиться и вот эта нуждаемость, и эта трудная жизнь. И для этого не нужно кучу документов оформлять? Не нужно абсолютно. А что нужно? Позвонить в наши комплексные центры по месту жительства. Заявиться о своей нуждаемости и понять. Специалисты откликнутся, если не сможет человек прийти, или его законный представитель выйдут. Услугу эту предоставят. Предоставят, правильно все оформят. Нет здесь никакой абсолютной бюрократии. Мы очень открыты к людям. У нас есть, например, и масса таких примеров. Когда люди заключают с нами договора, мы им оказываем помощь в течение, например, месяца. Дальше им в это нет необходимости. Они прерываются. Потом опять они к нам возвращаются. Вот по поводу платно-бесплатно, какое это количество процентов? Платно-бесплатно. Значит, есть у нас три вида. Это бесплатно. Это определенные категории, которые тоже прописаны во всех нормативно-правовых актах, по которым мы работаем. Значит, это бесплатно еще относятся те люди, у которых средний душевой доход равен или меньше 150% величины прожиточного минимума. Дальше идет категория частичная плата. Если вот эта разница, 250% от величины прожиточного минимума. Я сейчас на цифрах остановлюсь. И есть полная плата, если пенсия, образом говоря, или вот эта разница превышает, вот если в цифрах, то 16 тысяч рублей. Если человек получает пенсию 9 тысяч рублей, то вот эта разница и вот эта 150% величины прожиточного минимума, а он около 6 тысяч рублей, и обращается к нам, неважно за каким количеством услуг. Это может быть одна, 10, 20 услуг и так далее. Мы ему рассчитываем, соответственно, и понимаем, какая стоимость услуг получается, но разницу мы берем 15% между одной величиной и другой. И для человека, который получает 9 тысяч рублей, его обращение к нам и наше предоставление, неважно какого количества услуг, будет стоить 10 рублей. Вот это хорошая сейчас цифра, потому что страшно звучит, когда 150, еще чего-то, и вдруг 10 рублей. Да, и так далее. И вот это идет разбивочка, то есть максимум, это вот минимум 10 рублей, дальше, если у него пенсия 10 тысяч рублей, то это уже 160 рублей, еще раз подчеркну, неважно, какое количество услуг. То есть это важно, если меньше, то, соответственно, меньше, а если это максимальное количество услуг гражданин хочет получить, и мы их обязаны предоставить, то, соответственно, его плата не будет превышать 160 рублей. И тут не важна ни периодичность хоть каждый день, ни еще что-то. Поэтому вот эти, когда говорят о плате, несколько людей это отталкивает и пугает, но с моей точки зрения она вот, ну, просто вот такая вот условная, так скажем. Вот если они в государственных помощниках, да, которые будут вам помогать, они что будут обязаны сделать и как-то доказать свою дееспособность? Нам они, в принципе, доказывать ничего не должны, они должны понимать, насколько они способны оказать услуги нашим гражданам и в каком объеме. Потому как у нас получатель услуг будет выбирать себе поставщика услуг. Из списка или как? Мы в индивидуальной программе реабилитации, составляя карте вот для каждого получателя услуг, будем рекомендовать им вот этих поставщиков услуг. Например, к нам заявится там порядка 10 различных общественных организаций, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. Но ведь не все владеют арсеналом и возможностью предоставления вот этих 100 видов услуг. Поэтому мы, формируя реестр этих поставщиков услуг, уже будем понимать под ту необходимость, которую этот поставщик может оказать. И, соответственно, в этой индивидуальной программе прописывать, что гражданин может выбрать вот из трех, из 15 или там 10 поставщиков услуг, и он будет выбирать, остановиться ли ему на бюджетном учреждении или выбрать какого-то другого себе поставщика. Дальше наша задача отслеживать, чтобы именно тот объем услуг при соответствующем качестве услуг, при вот той периодичности, которой в этой индивидуальной программе будет прописано, который составили мы и которые заключили договор между поставщиками и получателями услуг, выполнялся. И дальше, по факту выполнения, мы уже компенсируем поставщику услуг тот объем средств, которые он обязан будет получить за предоставление вот этих услуг. Я думаю, основным вопросом мы сегодня затронули. Я вас попрошу поздравить и наших телезрителей, в том числе, с наступающими праздниками, а не буквально через несколько дней. С огромным удовольствием это сделаю. Хочу сказать, во-первых, слова благодарности всем сотрудникам нашей сферы непростой за их такой нелегкий, но очень нужный, важный труд. Во-вторых, пожелать, конечно же, людям как можно меньше и чаще попадать вот в эти трудные жизненные ситуации. Но, тем не менее, если все-таки это случается, чтобы они знали, что мы рады и искренне готовы помочь выйти из этой трудной жизненной ситуации. Спасибо большое. Если наши телезрители что-то пропустили, заглядывайте на наш сайт город62.tv. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире.